итак друзья всем привет сегодня будет видос для любителей вейпа и сегодня речь пойдет у нас о новых спиралях на бак манта и сейчас мы их посмотрим сегодня пришла доставочка у меня с алиэкспресс такая вот небольшая но внутри у нас лежат клептоны и аллены и еще должна быть наклейка на батарейки и собственно в чем еще будет видос очень много было вопросов под видосом где показывал как и отремонтировал баком подпилил очень много хейта на этой теме ребята не хочет не делайте я показываю просто что сделал я и не я ему не рекомендую что прямо берите жесткой ты устраняйте сегодня я разберу при вас бак его разбирал последний раз очень давно сейчас еще вставлю вот здесь вот дату когда я это делал ну то есть пил бак и после этого в принципе ничего не чистил ничего не делал сейчас мы с вами разберем и все посмотрим но для начала давайте распакуем посылочку и посмотрим что там пришло поехали окей так друзья вот опустились на стол смотрим вот такой бак манта сейчас у меня на нем 200 и спирали и из 0 4 не хрома смотрю на грубо ну косичек скажем таких стоит две витки сейчас разберемся покажу 35 ом так вот эти штуки уберем сейчас у меня в пользовании есть вот такой тайкос версии 2 и 4 попозже на него сделаю обзорчик заходите смотрите так для начала давайте мне пришлось две посылки распакуем сначала вот эту там лежат батарейки заказывал их уже повторно ссылка будет в описании батарейки нормальные прошло батарейки себе потратил шли в этот раз 42 дня не знаю в этот раз что-то почта тупила и многие посылки очень сильно задержались но за доставку за эти продукты были возвращены деньги то есть там внутри батарейки проверил я это все вот здесь вот был трек номер но трек номер не отслеживался но на упаковке он есть можно посмотреть что-то внутри то есть батарейки 42 дня не шли трек был но не отслеживался и столь они 79 рублей батарейки lr-44 ну собственно вот такие вот lr-44 там они называются чуть по-другому так давайте найдем дату все дата есть до 22 года срок годности то есть все отлично то есть вопросов к ним нет заказываю их уже не первый раз поэтому все так а вот в этой посылочки здесь у нас находится кайлы должны быть по 10 штучек ценники по ним значит кайлы по 10 штук 104 рубля и наклейки 46 рублей трек номер как бы был но не отслеживался и поэтому я понял что там лежит именно то дошли за 50 дней внутри собственной кайлы трек номер есть но он не отслеживает к сожалению давайте откроем и посмотрим что внутри открывать нужно осторожно потому что внутри наклейки чтобы их не повредить кайлики мои клептоны и аллен так буду открывать не буду разрезать все это ножом так вижу аллен неплохо кстати упаковано все подписано 0 45 ома из 0 3 0 8 обмотка здесь у нас клептон 10 штук и еще должны быть наклейки на наклейки есть что за наклейки сейчас я вам покажу короче вот такая штукенция так нам достать аккумулятор так сейчас я разберусь каких приклеить не знаю ребят наклеить меня собственно не разобрался то есть они может быть термо какие-то что их нужно усаживать они получаются больше чем сам аккумулятор скорее всего они идут какие-то термо то есть их нужно раз и вот так вот края все эти заплавить нагреть ну да скорее всего так есть то есть нужно ее будет погреть и она сюда сядет давайте попробуем и подпалить зажигалкой зажигалка ведь она обжимается но будет очень некрасиво поэтому сейчас это делать не буду может быть потребуется фен и так ребята разобрался с этими наклейками вернее это не наклейки а термоусадка ну я думал что это наклейки на самом деле термоусадка и взял таких вот два аккумулятора и сейчас будем их приделывать с помощью фена из для начала нужно сюда поставить ну то есть на предположение то были что для этого берем фен и погнали пилить пробовать делаем с обоих сторон что было одинаково выступ то есть и здесь чуть-чуть и здесь чуть-чуть погнали как видите ужимается очень быстро то есть фен обычный никого не строительные все им ужимается ну собственно все так вот получилось довольно таки годный заказывайте пользуйтесь перед нанесение можно вот старую термоусадку снять то есть там была зеленая и красная то есть можно было их снять и приделать просто вот одну вот эту все в общем все разобрали все пользу термоусадка это собственно вот такие вот наклейки раз заказал ради интереса было просто интересно попробовать так аккумулятор ставлю на место все в пакетах больше ничего нет подарки этот продавец и присылает давайте посмотрим койлы вот это вот у нас аллен раз вяжите 10 штучек давайте еще проверим диаметр на которой они сделаны диаметр на 3 миллиметра так и откроем вот эти вот клэптон не должно быть по лому так здесь сколько их штук так давайте перечитаем два четыре шесть восемь десять штук и посмотрим на какой они диаметр но грубо они чуть-чуть свободненько так конечно на трешке ходит но трешка по виткам смотрите считайте сами сколько здесь раз два три четыре пять шесть на этих пять витков сейчас собственно будем ребят тестить эти все намотки то есть видео я думаю но не буду сильно затягивать но и коротким она сильно не получится потому что я не попробовав что просто распаковать это не очень интересно и заодно проверим как поживает бак окислилась там что-то или нет в общем сейчас я буду разбирать а вы следите и будем еще парить сейчас я для вкуса с попробую еще раз пыхну вот эту штуку то что на этом зале . кстати жидкость такая вот от массовская мохорка 3 миллиграмма блин охренительная просто ребят попробуйте не пожалеете так друзья собственно переместился сюда то есть вот он бак сейчас я буду разбирать и ставить туда новые спирали я вам сейчас в местах буду ускорять а в каких-то местах буду останавливать мы будем еще обсуждать давайте сейчас попробую чтобы я запомнился вкус на этих спиралях навал очень отличный все давайте приступим к разборке закручиваю бак ну собственно здесь уже бак с новым дриптипом который я менял я вот сейчас вот так вот переворачиваю и разбираю в состоянии которому ну чтобы у меня там есть остаток жидкости чтобы он не перелился итак друзья собственно вот разобрал я бак внутри находится вот такие от спирали это 0,4 кантауна нержавейка не помню что у меня не хром по моему на 3 миллиметровой оправки витков считайте сами сколько здесь пять с половиной можете поставить на паузу посмотреть сейчас вот эти вот но спирали мне очень понравились сразу скажу сейчас я буду их разбирать и вместо них буду ставить уже 0 клептон или алина давайте первое поставим алины так разборка здесь в принципе такая незамысловатая то есть если есть пин нам нужно его отключить использовать такую-то отвертку так все пин выкручен дальше берем вот эту штуку и откручиваем так она не поддастся вот у меня есть такие пассатишки воздуходув я вставляю ножницы ножницы вставил здесь вот прихватил и крутанул дальше можно руками то есть в принципе только струнуть с места все ответственный момент пробуем откручиваем и смотрим что внутри не знаю насколько будет видно те кто кричит что там сильно окисляется там бла-бла-бла туда-сюда посмотрите внутри база идет нержавейка вот эта база сама она тоже идет из нержавейки сейчас я откину чуть-чуть ринг вот ребят смотрите то есть ничего вообще не окислилась даже ни капельки вообще ничего то есть я снял колечко нержавейка как знаете она не окисляется если у вас база сделана из ну то есть не оригинальная манда какая-нибудь китайская хрень то соответственно она у вас будет в этом месте скорее всего окисляться здесь же в этом случае ничего нет то есть все отлично для тех кто очень много трендел что там окислиться там и всякое такое вот смотрите ничего не окислилось ничего не чистил здесь тоже соответственно идеально чисто она и не может окислиться вы хоть получить там не знает о физику химию блин посмотрите что будет ты нержавейка нержавейка запомнили все поехали дальше думаю что тема закрыта стоит ли не стоит пилить дело каждого еще раз повторюсь меня до этого ринга не было толще поэтому поставил из комплекта и мне пришлось подпилить чтобы было более лучшее соприкосновение колечко отдел видите как она высовывается до этого она не высовывалась вообще вся жидкость которая утекала на утекала воздуходу вот здесь вот края подтекал а здесь краю мясо идет подачи жидкости в бак соответственно через эти вот отверстия и перетекала вниз базы ну то есть вот отсюда перетекала вот из этого места и попадала вот сюда вот и здесь воздуходувы и через двух воздуходув она вытекала уже наружу на бокс-пот теперь собственно такой проблемы нет но иногда есть кстати вату неправильно уложите посмотрите здесь есть такие вот отверстия то есть у вас здесь грубо получается вы положили вату вот тут вот у вас есть спираль вата и вот здесь вот есть ванночки вот одна ванночка и вторая вот если вы ее плохо вложите то есть у вас если вот это вот отверстие вот это будет плохо перекрыто то у вас жидкость будет самопально течь попадать вот в эти воздуходувы вот вот раз-два еще боковой тут есть и соответственно может тоже течь поэтому вату нужно укладывать будет лучше и она не должна лежать здесь свободно здесь должно быть туго но не совсем туго чтобы не было гариков сейчас собственно как я вату укладу я вам сейчас покажу еще раз ты тоже очень много всякого хейтер стоп вот такая вот база все давайте приступим сейчас я все соберу это вкручиваем сюда то есть резиночку я поставил вот такая вот резинка чувствуется замечательно держится там сама то есть если вы сильно много сточите то она вас там не будет держаться и вы хрен чего поставите на место то следите чтобы было немного все оставляем сюда и вот так вот все закручиваю я закручиваю туго насколько туго чтобы было понятно опять же вставляют ноженки в один из двух ходов ничего базе не будет ребята база идет нержавейка оригинально она очень прочная если у вас китайская база даже не вздумайте этим заниматься и затягиваю вот так вот ну то есть ну очень туго чтобы не дай бог где-то что-то не потекло все теперь ставим на базу и наматываем спирали вернее не наматываем а ставим которые которые у нас пришли напомню сейчас я буду ставить вот такие вот али 0.45 он показывает но по факту получается не 0.45 а 0.96 они сейчас я поставлю вторую спираль еще обожгу и проверим сколько они будут в паре иметь эта спиралька у меня уже я еще ставил обжог но потом вспомнил что мне нужно разобрать вам базу показать и поэтому я ее снял переставим вторую на одну ножку сверху одну снизу и ставлю изначально примерно вот так вот то есть она чтоб закрывала нижний воздуходов на чтобы она не касалась чтобы не выходила за резьбу за купол примерно ставьте чтоб она была одинаково и затягиваем да скажите вы чуть не забыл закрутить пин да бывает такое не каждый день разбираешь чувство простой к качается центральная закручиваем пин обязательно не забываем пин затягивать довольно таки тоже туго но без особых таких скажем мощных усилий все пин затянут вот теперь можно точно уже составить и пробовать так спираль я поставил на ее нужно будет сейчас отцентровать вставляем сюда так направочку и выставляем так как нам нужно ну соответственно вот так вот и и подтягиваем на себя она встала ровно сначала с одной стороны там также с другой дальше я беру обычно эту отвертку меня другой к сожалению нет только штатная стандартная идет доктор койл я вставляю вот так вот пинцетик и пинцетчиком поджимаешь это было все посильнее ну или опять же можно взять пассатижи если у вас только такая отвертка то уберем пассатижи подтягиваем ей всего одну там второе так здесь показывает 35 ом странно пока странно обожгем то есть сначала вот получается такие видите короткое замыкание нужно так вот поводить вот так вот палочкой этой все и дальше она будет разжигаться уже целиком после того как обожгли я еще раз ее вот так вот центрую чтобы она точно встала на место с одной стороны с другой стороны и смотрю чтобы она была и книзу и кверху примерно на одном расстоянии и от стойки ночью чтобы она была ровно то есть и от стойки но надо в нижнем обдувом то есть видите примерно расстояние дальше берем щипцы я щипцы идут вот такие вот из набора какое-то время их показывал есть у кого-то не видел можете проходить по ссылкам в описании там все ссылочки все наборы есть и подрезаем соответственно ножки наден и второе дальше ставим вторую спираль точно так же все устанавливаем так ребят вот в общем все поставил обжег сейчас мне получилось две спирали 0 35 ом и выставил я 80 ватт сейчас будем набивать 2 ватт так они нагреваются то есть равномерный нагрев сейчас собственно поставим вату и будем пробовать парить что получилось вот эти кайлы клептона решил пока сейчас не буду ставить потому что для одного видоса будет очень до хера и следующем видео мы обязательно с вами поставим их и попробуем а пока ссылочка на всю продукцию смотрите в описании ценник у них очень достойный ребят ну собственно сейчас все прожег уже две спирали и получилось 024 ома то есть обе спирали пораженные установлены и то есть все по-честному сначала мог мод почему-то выдавал другое и соответственно их работа так это не разогревается устанавливаем общем вату и пробуем парить так друзья у нас получается база бака стыли со спиралями берем вату я вот использовать такую ссылочки на ней весь в описании такую небольшую колбаску вот это я думаю можно разделить пополам вот так ты чуть-чуть слегка комп и скручиваю носик и засовываю сюда если видите она лезет туго я чувствую прямо что туго лезет спираль начинает дергать значит нужно чуть-чуть еще отделить то есть отделяю такой кусочек скручиваю носик и засовываю сюда вот теперь она идет и туго вроде но то есть натяжкой но не слабо дальше ноженками подрезаю один край то есть вот я один край так подрезал на столика потом беру вот так вот и ножницами прямо немного вот так вот прочесываю скажем прямо два разочка лишнее убираю еще чуть-чуть подрезаю и теперь вот с такого положения начинаю туда так засовывать то есть подгибаю подножницы и опускаю низ то есть просовываю низ ну что было понятно примерно как это происходит смотрите она сейчас находится там она находится не сильно туго такое полу спокойном состоянии то есть она не забита туго но полностью опускается то есть низ вот здесь и вот это отверстие полностью перекрыто и так собственно подрезаю сейчас все четыре конца так еще раз друзья вату сюда не утрамбовываем а укладываем то есть она не должна вот в этом месте быть туго везде то есть она как вот спирали ходит но не свободно опять же чуть-чуть небольшой натяжка скажем так и в этих местах то есть вот в таком положении все получается наша задача перекрыть вот эти вот отверстия вот видите беленькие вот отсюда поступает жидкость если здесь будет слабо то она будет протекать и вот сюда вот в воздуходовую будет поступать и вытекать потом вот здесь все дальше берем жидкость повторюсь еще раз вот такая вот относка и это опять же не реклама много разных перепробовал но пока самый такой оптимальный вариант ну сейчас пропитываем вату чтобы на первых этапах не словить нам гарика дальше беру ноженки опять же но вот узкий носик и контролирую еще раз как у меня сила вата чтобы она не висела с краев и чтобы она не соприкасалась вот здесь вот с воздуходовыми вот с этими вот в эти части вот их нужно вот так чуть-чуть в край оттопырить вот сюда вот то есть они не должны свисать надо воздуходовым иначе будет тоже течь то что здесь остается волосинки их так вот обжигаю все собственно готово сейчас можно ставить все это вот вам покручу устанавливать все это сверху бак и пробовать парить по намотке что еще сказать нужно на что уделить внимание какой момент если у вас сильно будет туговато здесь ходить то у вас будет горек если будет сильно слабо то она будет фыркать шипеть свистеть и все остальное и подтекать то есть тоже плохо поэтому должно быть оптимально то есть она должна быть чуть на тяжечку но не должно быть туго что одеваем бак бак соответственно так переворачиваем и сверху на него просто ставим наши там я жидкость чуть-чуть есть дальше скручиваем так вот крышечку добавляем жидкость я налью половинку потому что бак все равно большое ставим вот так вот крышку но не докручивая до конца то есть ведь там зазорчик остался я вот так переворачиваю не а жидкость текает я докручиваю до конца после этого переворачиваю сразу делаю пару затяжек чтобы точно не было течь то есть перевернул сделал пару затяжек собственно готова предлагаю подняться наверх и посмотреть то есть все заправлено подтеков нигде нет все везде сухо все давайте поднимаемся наверх и пробуем парить все друзья вот мы собственно верху сейчас я уже попробовал пару затяжек сделал и 78 ватт слишком дофига я предлагаю опуститься хотя бы на 60 и попробовать как она получилось 024 ома 2 спирали спирали напомню это были у нас алины по 045 ома 2 жилы по 0 3 и обмотка идет 08 давайте пробовать нету ни свистков ни гариков соответственно тянется очень легко очень хороший навал очень хороший такое ощущение что на этих спиралях мод работает легче чем он работал вот на этих вот это вот как вам показать вот это вот косичка у меня получается из 0 4 смотр на сколько здесь витков как раз два три 4 5 6 6 витков из 0 4 не хрома он на подъем чуть-чуть пожестче идет и но по вкусу передач примерно то же самое все я бы не сказал что она сильно сильно отличается такое ощущение что навала больше и еще момент при установке кстати вот эти вот спирали косички для их обжигаешь они вот так вот все искривляются а вот эти вот алина они более мягкие они очень легко ставятся то есть в установке они проще ты спирали собственно рекомендую заказывайте вкус на них немного получается по богаче чем на косичках которая делала ранее теперь буду мотать такие только покупать вернее скорее мотать это сильно геморрное дело проще просто их купить вот эти спирали которые у нас были клептоны видео по ним еще будет ссылки на всю продукцию в описании на моде сейчас я поднял собственную мощность до 68 ватт он у меня получились 024 надеюсь сейчас это все видно и вот на этой мощности в принципе я все и паре сейчас вышел на балкон еще пора тяжик сделал блин вкус прикольный ровненький такой чтобы сделать такой же вкус скажем на косичках приходилось по 300 раз бывает вату чуть по-другому делать менять и ватт выставлять на этой мощности дриптипу нифига не греется то есть все отлично очень ровный вкусный сухой давалистый проходите по ссылкам в описании если остались какие-то вопросы пишите в комментариях все комментарии читаю задавайте вопросы подписывайтесь на канал ставьте колокольчик не пропустить видосы и всем пока подписывайтесь на канал